доброе утро я выздоровела как вы видите о том что я болела вы могли слышать во влогах ну что здесь в дневнике жирухи я плачусь о своих жирах и решила что не очень интересно будет кому-то что-то там слушать и там про болезни там про болезнь как-то надо это все разделять вот я на самом деле встала уже давно ела как обычно овсянку ничего сейчас такого не готовлю за фигурой немножко следим поэтому я даже футбук не могу выпустить потому что я ничего не готовлю кроме стандартных сварить рис гречку мясо все это стандартная наша еда ручь о чем я о том что мы вчера купили сало даже не сало бекон и мы вот его едим уже второй день гречка кон горчица это был мой обед я наедена и посмотрим он у меня колеблется утром я вешу обычно меньше но не намного меньше сегодня я весила 51 400 по моему или 300 так что мозги в принципе то я свои привела в порядок может быть кому-то так не кажется интересно почему вам так не кажется я имею ввиду в плане похудения у меня была депрессия не потому что мне так захотелось для видео и все остальное нет у меня просто противился организм он не хотел есть ту еду которую я ему пихала и он хотел сладко он хотел чипсы всякую газировку тем более которую мне нельзя и вот от этого нужно отучить свой организм как маленького ребенка просто когда вы себе начинаете в этом отказывать ваш организм как беременная женщина он начинает конючить начинает выпендриваться начинает мыть начинается паника истерика это выражается у каждого по-разному у кого-то жор наоборот у кого-то наоборот не до жор и вы даже обычную нормальную еду не едите это все опять же вот здесь поэтому я себя и приводила как-то в норму чтобы это было не плачевно ни в коем случае теперь я буду себя подгонять до 50 килограмм плюс минус 50 51 и планирую в этом весе а это тяжело для меня как-то корректировать фигуру ну и посмотрим к чему это все приведет i am bad girl so so bad сейчас 9 часов утра и так темно покушала овсянку как обычно ничего не меняется нужно приводить себя после праздников в порядок я на празднике просто оторвалась всяческие эти салаты кучи просто сладкого ну я думаю да заметно сейчас сижу читаю комментарии мне очень очень просто нравится что каждый день какие-то новые комментарии я этого и добивалась всегда именно общение именно обратной связи молодой человек здесь написал мне комментарий большой комментарий рассказал свою историю именно о похудении и рассуждение о том как он сейчас придерживается каких принципов так вот он упомянул еще о том что не нужно переедать я кстати это очень большая проблема не всегда могу контролировать это я могу сидеть за компьютером есть кстати бытует мнение что перед телевизором и за компьютером либо когда ты читаешь не стоит употреблять пищу потому что ты по инерции съедаешь больше я с этим кстати очень согласна потому что когда я смотрю сериалы либо просто какие-то видео на ютюбе когда я просто что-то смотрю я могу съесть просто тонны еды и меня не остановит боль в желудке не остановит ничего мне интересно ваше мнение по этому поводу может быть у кого-то есть свои какие-то наблюдения как вы считаете влияет это как-то на то сколько ты съешь либо не влияет и да я согласна что диеты это только все усугубляют после диет вы также обжираетесь также нажираетесь и набираете тот же вес и даже больше диеты придумали те люди которые реально есть такая горстка людей которые худеют каким-то определенным праздником меня всегда это поражало потому что я так никогда не делала я пыталась себя приводить в порядок именно по сезонно просто себя приводила в порядок потому что я уже сама себе не нравилась нужно понимать просто что вот как раз таки этот молодой человек описывает здесь всю картину диет что когда вы себе отказываете в чем-то организм он привык расщеплять в первую очередь именно что-то еду да и все остальное из организма жир он расщепляет только в крайнем случае когда у человека уже критическое состояние и он не потребляет пищу да и он не насыщает организм свой ничем и это уже длительное время и организм понимает что нужно что-то делать тогда он будет это все расщеплять весь ваш жир а так если хочется сгонять жир то это только кардионагрузки это только тренировки причем интенсивные тренировки которые круговые например я когда занималась именно интенсивно у меня кардио было просто больше наверное чем тренировок я каждую тренировку заканчивала кардио потом я только прочитала то кардио тоже лучше не перебарщивать в целом я согнала практически весь целлюлит но до такого состояния я уже не хочу себя доводить как-то мне уже это не нравится слишком худой не хочется быть поэтому вот нужно искать какую-то золотую середину блин это моя какая-то карма я всегда в жизни ищу золотую середину какую-то в отношениях с людьми в общениях с людьми в жизни как таковой и вот теперь в состоянии своей фигуры я тоже хочу найти золотую середину передумала я делать яйца нарезала сало салатик кусочек хлебушка и горчичка заставила себя снова встать с кровати нужно делать так чтобы кровать была именно тем местом где вы нежитесь и для сна обед у меня сегодня будет вот такой еще кефир налью последнее время не хочется ничего такого есть я не всегда так обедаю и не всегда так питаюсь просто сейчас есть обилие фруктов почему бы и не пообедать фруктами правильно у меня на голове из волос какой-то гнездо всем доброе утро пока сижу за компьютером занимаюсь всякими своими делами настал обед я утром поела суп который я варила вчера наверное вы его увидите в моем футбуке это обычный сырный суп я его просто раньше делала немного по-другому с сосисками какими-то подкопченными крылышки копченые именно чтобы они давали вот такой копченый вкус в этот раз решила сделать что-то такое немножко другое просто с обжаренным мясом и грибами это был у меня такой завтрак но на обед я решила сегодня сделать себе тост из авокадо лучок зеленый ушки свиные обожаю свиные ушки как с пивом так и просто их могу есть немного горчицы у меня тоже вчера делала салат из свеклы соленых огурцов и лука доброе утро 10 часов утра встала давным-давно позавтракала как обычно супчиком сырным не обращайте внимание на мои красные пятна я только что умылась буду кушать супчик свой любимый он у нас уже заканчивается нужно будет что-нибудь другое только вот что было бы может у меня духовка было бы проблем меньше но духовки у нас нет и приходится что-то выдумывать такое этакое я кстати вешу 52 сейчас после праздника перед новым годом я была 50 максимум 51 килограмм и мне это нравилось но после нового года все вернулось на место потому что я себе ни в чем не отказывала и мне захотелось перекусить тем более что у меня есть вот такие пончики и чай прости меня моя фигура решила себе на ужин сделать мясо это свинина и грибы всем приятного и вот он мой ужин я кстати все таки решила обойтись без мяса сделала себе грибочки кусочек хлебушка будет у меня чай часть сейчас покажу вот такой это что-то там это не я покупала этим у нас заведует молодой человек и будет к чаю сырок кстати утром я также кашу овсяную ела потом с больницы прибегала домой перекусила блинами которые выходные дни мы себе позволили с молодым человеком боюсь